25 лет в жизни человека это период расцвета карьеры строительства семейного очага в жизни государства же это уже время признания подведения определенных итогов Казахстан 25 лет в своей независимости подходит с впечатляющими результатами экономическими политическими достижениями и каждый регион вносит свой вклад в процветание республики Восток Казахстана же это промышленный центр страны Причем за четверть века предприятия региона пережили кардинальные изменения и освоили инновационные технологии производства К примеру, один из гигантов цветной металлургии Касцинг за эти годы не только обновил оборудование, здесь сумели построить еще один новый завод медиплавильный Этим летом он отмечает свой первый юбилей, пятилетие и в честь этой даты предприятие выпускает пятимиллионный лист катодной меди Металлургия региона привыкли работать на результат и поражают своей эффективностью даже иностранных коллег Отмечает молодой директор свинцового завода Тимур Токжигитов, своей продукцией он гордится Сейчас мы выпускаем свинец самой высшей марки, то есть ранее завод никогда не выпускал свинец высшей марки Это позволяет нам экспортировать свинец далеко за наши пределы Помогает получать металл такого качества работа специальной айзопечи, Тимур рассказывает Раньше переработка руды начиналась с подготовки полупродукта, просто спекали концентрат в куски Сейчас его сразу переплавляют, что позволяет полностью извлечь серу в газы Это сразу решило извечные проблемы их производства с выбросами сернистого ангидрида Сейчас вся серая из газа уходит на получение серной кислоты В результате воздух в областном центре чище, а перерабатываются теперь даже сложные, бедные руды Весь этот комплекс оборудования мы запустили в 2012 году Здесь, как я говорил не раз, у нас поставлено много рекордов То есть за первую неделю на этом агрегате, имея опыт за спиной запуска медного завода Мы практически за неделю проплавили больше, чем китайцы на аналогичной печи проплавляли за год, первый год работы Мы с лету осваивали технологию Местным металлургам удалось шокировать даже самих поставщиков технологии Австралийцев, выпускающих айзопечи, увеличив производительность оборудования на 60% Теперь вот учат иностранцев, китайцев, канадцев, как нужно работать Готовы покорять иностранные рынки пионеры автопромышленности Казахстана Автосборочный завод Азиавто Если сегодня казахстанские машины колесят в основном по просторам родного государства И частично по соседним регионам России Запуском строящегося завода полного цикла Ситуация поменяется кардинально Из 120 тысяч намеченных выпуску здесь автомобилей 70 тысяч пойдут на экспорт страны Центральной Азии, Монголию и даже в Арабские Эмираты Реализация проекта станет прорывом в отечественном машиностроении И по данным экспертов, даст годовой прирост ВВП на уровне чуть больше 1 миллиарда 100 миллионов долларов Заработает новый завод к 2018 году В сельском хозяйстве, чтобы увидеть прогресс, достаточно посмотреть на технику Сегодня на полях такие трактора, которых раньше фермеры и мечтать не смели Сразу и пашут, и сеют, и землю обрабатывают Делится механик Кайрат Шелкобаев Поэтому с новой машины он готов сдувать пылинки Горжусь этим, что мне доверили такую технику Раньше мы на старой технике 15 гектар делали На этой 10 раз больше делали С комфортом техника За сутки посевной комплекс в состоянии спахать и засеять до 200 гектаров полей С восторгом рассказывает и глава хозяйства Жумобек Кушупаев Не сравнить со старой техникой А ведь в 90-е он начинал свое дело всего с тремя еще советскими тракторами До своей семьи односельчанами Сейчас под его руководством уже 115 человек И самое современное многомиллионное оборудование Благо государство помогает субсидиями и кредитованием Я считаю это большая помощь Тем более процентная ставка Сейчас по 9% дают они Сейчас мы начали обновлять технику Новую технику Зарубежную технику Дорогую Вот в этом году мы взяли за 160 миллионов Посевной комплекс В социальной сфере же главный показатель успеха достижения в медицине Например, такие вот недоношенные малыши С экстремально низким весом Всего полкилограмма Раньше не выживали Рассказывает медсестра Центра матери и ребенка Айса Капитанова Она здесь трудится уже 35 лет, признается Изменения за эти годы произошли разительные И то, что когда-то было только мечтой Сегодня стало реальностью Сейчас это уже мы выхаживаем таких детей по 600 грамм И выхаживаем, чтобы ребенок здоровый Возможности у нас есть Даже обучение за границей сегодня теперь норма, говорят медики Вот уже в конце августа группа врачей отсюда поедет на полугодовую стажировку в Англию На смену прежним приходят современные технологии Закупается новое оборудование Сейчас вот наше отделение снабжено фактически на ближе к 100% по оборудованию Вот в первую очередь это дыхательное оборудование Потом это кубезы Вот появились потом препараты, аппараты для неинвазивной вентиляции Проведение неинвазивных легких, так называемых СИПАП Вот все это позволило нам со временем улучшать показания Для взрослых в регионе тоже заработал уникальный комплекс Государственный реабилитационный центр Теперь после больницы пациенты с инфарктами, инсультами, травмами Не остаются предоставленными самим себе А сразу попадают на восстановление Владимир Лютиков из Ридера оказался здесь после операции на коленях После больницы привез, я еле на костылях передвигался Сейчас он иду по дорожке Результат огромный Михаил же решил попробовать полечить свой остеохондроз с помощью новой методики Подводного вытяжения позвоночника Мы делаем эту процедуру для шейно-грудного отдела Растяжение околопозвоночных тканей, связок За счет этого уменьшается болевой синдром Врачи ищут самые эффективные способы восстановления больных Чтобы потом им хоть в походы ходить К слову, в регионе туристический потенциал огромный Котон-Карагайский район один из самых притягательных для путешественников Красоты хвойных лесов, водопады А главное пантовое лечение В этом сезоне гости сюда прибыли из Финляндии, Чехии, Польши, Украины Азад Хакимов из Казани Пантовыми ваннами наслаждается уже шестой год подряд Вот сегодня как раз была срезка И вот эти свежие рака у нас вывылили Потом этот бульон развивает полом по ваннам Сразу после ванн фито-чаи с медом Азад признается, лучшего отдыха ему и не надо Очень здорово укрепляет иммунную систему И человек, который несколько лет подряд ездит Практически перестает болеть простудными заболеваниями Кроме пантолечения, Котон-Карагай предоставляет своим гостям Еще одну уникальную возможность Познакомиться с жизнью древних сакских племен В регионе как раз идут раскопки Узивительных беретских курганов И археологи в этот раз сделали Еще одно сенсационное открытие Сруб внутри сруба колода В колоде лежит человек Найдено захоронение, в котором вместе с человеком погребены и жертвенные лошади Упрежь их богато украшена золотыми бляшками По всей видимости, покоится здесь знатный вельможа сакского периода Либо жена царя, считает известный ученый Зейнула Самашев Это сенсационная находка, которая прольет свет на тайные истории Очень ценные экспонаты Необычные украшения в саксском зверином стиле Берель продолжает нас удивлять Мы хотим посвятить результаты своей работы Юбилею независимости Казахстана В честь 25-летия обретения суверенитета В регионе открывают и новые объекты К примеру, впервые в области появился лагерь для одаренных детей Самые талантливые школьники региона отдыхают бесплатно А заодно участвуют в различных познавательных программах К примеру, в номинации «Лучший ученик года» победил школьник из семьи Азамат Смогулов Серебряный призер 47-й международной олимпиады школьников по химии Двукратный абсолютный победитель международной олимпиады имени Бектурова Обладатель номинации «Лучший теоретик» Один из лучших в своем деле и оператор агентства «Хабар» Дмитрий Пыхтин Шутит, трудится за кадром прямо от зари независимости Уже почти 25 лет И своими глазами видит, как меняется жизнь региона Вспоминаешь моменты, когда нужно было, допустим, поснимать вечером город Дожидаешься, когда пройдет дождь накануне И тогда можно было немножко какие-то источники света, чтобы отражались Немножко был город чуть посмедлее, чем он, как бы, не совсем ночь А сейчас в любое время И в самом деле город сверкает всеми огнями, растет и процветает Здесь появились памятники великим казахским писателям, просветителям Абаю Кунанбаеву, Уралхану Букееву, народному герою Косыму Кайсенову О темпах роста за годы независимости можно судить и потому, как буквально на глазах Разрастаются населенные пункты Жилой сектор Усть-Каменогорска несколько лет назад заканчивался вот на этом месте А сейчас за моей спиной уже целый микрорайон И строительство активно продолжается Только за последние пять лет в области сдано в эксплуатацию около шести тысяч жилых домов И почти сто многоэтажек возводится в регионе сегодня Так независимость позволила сотням тысяч восточноказахстанцев Воплотить в реальность мечту о собственном жилье А главное, дала возможность жить в мире и согласии Расти детей и быть уверенными в завтрашнем дне Редактор субтитров А.Семкин